Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова. Сегодня у нас классная тема, потому что сегодня мы будем говорить с вами о ментальных долгах. Всё, что связано с долгом, вот это вот слово, да, такое долг, это вот, знаете, как будто бы к нам привязано, это наши утяжелители. Наверняка вы помните во снах, я знаю, что у многих людей такое есть, у меня в том числе бывают такие во сне сцены, когда вы идёте, и вам очень тяжело идти. Вы пытаетесь подняться по лестнице, и вы чувствуете такую, знаете, жвачку, вот такое вот, вас будто бы тянет. Вот долг, это как раз то, что вас тянет. И если есть вариант финансовых долгов, и вы не смотрели мой эфир, обязательно посмотрите. Я рассказываю о том, как с этими долгами справиться, и почему долги это плохо. Сегодня я расскажу вам о том, что такое ментальные долги, и почему это тоже плохо. И мы начнём с такого интересного момента, очень важного. Вообще под ментальным мы подразумеваем с вами чувства, отношения и ощущения. Мы с вами живые люди, мы живём в реальном мире, и до некоторых пор мы находились в неосознанном состоянии. А в неосознанном это означает, что с нами что-то происходит, мы в этом живём, мы такие вот всё, что-то там плохое, хорошее, берём абсолютно всё. Это как с питанием, да? Как бы маленькие, едим всё подряд. Тут конфетка, тут мороженка, тут картошечка. Потом вырастаем, что-то начинаем смотреть, что-то там где-то жирнеет, где-то не так, начинаем разбираться. Что-то живот болит, ага, жиры, белки, углеводы, правильное питание, какая-то диета. Мы начинаем нечто классифицировать. То же самое, в принципе, должно быть в нашей жизни, но оно, в принципе, так и есть, просто не у всех, по моменту того, что мы чувствуем, о чём мы говорим, с кем мы общаемся. И вот это, что мы чувствуем, крайне важно. Потому что если мы с вами рассмотрим нашу Вселенную с позиции квантовой теории, то мы узнаем о том, что с квантовой точки зрения, с квантовой теорией, с самыми выдающимися физиками мира уже есть огромное количество работы, огромное количество информации, вы можете почитать, всё есть энергия. И наша с вами каждая мысль и эмоция имеет некую энергетическую вибрацию. И несложно догадаться, что позитивные чувства, радости, удовольствия, кайфа, восторга, когда у нас что-то получается, это те вибрации, которые классные, мы даже себя лучше чувствовать начинаем. И всё, что касается гнева, обиды, злости, каких-то вот таких вот ощущений, которые являются для нас болезненными, это разрушающие вибрации. Они, в принципе, точно такие же, но они притягивают к нам события и ситуации, которые позволяют нам приобрести вот этих вот эмоций негативных ещё больше. И они опасны для нас не только с этой стороны. Давайте сейчас я постараюсь на несколько таких, несколько очень важных пунктов проговорить касаемо энергетических вот этих блоков ментальных, которые у нас есть. Очень частые. Обида на родителей. У девочек очень часто есть обида на папу, который бросил. Особенно, если мама постаралась и в детский мозг либо вложила, либо не стеснялась говорить при ребёнке, что папа бросил, папа ушёл к другой, папа не даёт нам денег, папа такой-сякой. Это очень опасная штука. Запомните. Это касается вас как ребёнка и вас как родителя. Тяжелейшая рана, тяжелейшая такая негативная эмоция, которая ребёнка разрушает. И затем, когда он становится взрослым, он разрушает. Эта эмоция «я» она разрушает и не даёт вам возможности или очень сильно усложняет вам построение ваших межличностных отношений с противоположным полом. Второе – развод. Мы жили вместе, мы друг друга любили, у нас всё было хорошо. Тут даже не столь важно, есть ребёнок или нет, потому что не менее болезненная эта история, и вы решили разойтись. И вы расходитесь, и расходитесь не самым хорошим образом. Начинаются обиды, начинается дерибан, начинаются суды, что очень часто бывает, кто что кому должен. И очень сильная обида, злость, колоссальный водопад эмоций переживает в этот момент человек. Женщины более эмоциональны. Я больше знаю женщин, но подозреваю, что у мужчин есть такая же история. Защита идёт разная. В нападении, в ненависти, в борьбе, да я ему докажу, да я тебя в порошок сотру. Или там… Ну, то есть, вот это всё становится очень сильным таким ментальным грузом, я бы сказала. И вы это со временем в себе капсулируете. Капсулируете – это означает, что, вот знаете, как, если долгое время, ну вот говорят, вода камень точит, да, то есть, если что-то долгое время происходит, оно накапливается, то со временем могут образовываться очень интересные вещи на ровном месте. Поэтому это называется вот на, если говорить об эмоциях, блоками. Когда вы, например, очень долго на кого-то обижаетесь, и потом это у вас впадает на уровень подсознания. У меня есть прекрасное видео на тему, что такое сознание и подсознание в наш колодец, да. Это попадает и становится вашим вибрирующим блоком, который прежде всего доставляет боль и доставляет неудобства вам самим. Вот в чем фишка. То есть, все обиды, все непонимания, все, что вам кажется, что вас недолюбили, недодали, недоделали, все, что вы не в состоянии пережить, вы к себе прячете. И это превращается в то, что я называю, и не только я, эмоциональным блоком. В чем опасность этого блока? Ну, хрен с ним, ну, есть блок, да. Но человек говорит, ну, я не могу его простить, он мне всю жизнь испортил, или он меня обокрал, или там, он меня не уважал, я не могу его простить. Я уже вам говорила, что парадоксальность является в том, что любое негативное чувство или эмоцию, да, которую мы переживаем и которое даже направлено на другого человека, он гад. Парадоксальность в том, что он негатив не ощущает, а вы в нем живете. И этот негатив, который вы излучаете, к вам же притягивает еще больше негатива. Это ответ на вопрос, почему не стоит бояться чужой зависти, чужой агрессии, чужой злости. Потому что она чужая, она вам не принадлежит. Когда человек злится на вас, он, как слоненок, фонтанирует на себя. Он поднимает хобот, злится, но и зливается на себя. Он на вас не может дотянуться. Он может на вас дотянуться, если вы придете и примете это. Вы начнете с ним объясняться, вы начнете защищаться. Тогда вы берете сами своей рукой его хобот и направляете на себя. Поэтому не бойтесь никакой зависти, не бойтесь никакого чужого негатива. Еще раз, чужой негатив – это чужой негатив. Осознание этого очень во многом нам помогает. И прежде всего, он нам помогает понять, что нет никакого смысла на кого-то злиться, обижаться или фонтанировать желчью. Потому что никому, кроме как себя, себе, вы плохо при этом не делаете. И когда вы обижаетесь на своего бывшего парня, мужа, когда у вас есть много обид к своему отцу или к своей маме, или к своим детям, возможно, взрослым, вы прежде всего убиваете себя. И если вы это проговариваете еще – полбеды. Но если вы это еще держите в себе, и в вас это вибрирует, то это где-то вырастет. Вы понимаете, о чем я говорю? Эта эмоция где-то в вас в прямом смысле, в ваших клетках прорастет. Поэтому задумайтесь, а нужно ли вам это? Зачем вы это делаете с собой? Это ваш ментальный долг по отношению к себе. Мы сейчас взяли глубже. Потому что все, в чем вы находитесь, в этих негативных эмоциях, вы себя убиваете. Вы на ментальном уровне себя разрушаете. Не физически пилите, а изнутри сжигаете себя. Почитайте, что такое онкологические заболевания. Я говорю, у меня мурашки по коже. Почитайте, что это. Почему такое огромное количество людей сейчас болеет? Почему маленькие дети часто принимают это на себя? Потому что мама и папа не в состоянии. Они забирают ваши дети это на себя для того, чтобы стерто-стерто. Для того, чтобы переключить внимание, они не могут жить. И наблюдая, чувствуя, а на квантовом уровне, еще раз, нет людей, нет предметов, есть только энергия. И вот создание, которое рядом с вами, энергетическое, чувствует, что дорогое для него другое создание, энергетическое, ему плохо. И оно забирает это для того, чтобы переключить. Вдумайтесь, вдумайтесь, пожалуйста, и представьте, что я на секундочку права, что это может быть не только моей фантазией. Стоит ли это того, чтобы греть в себе обиду, разворачивать в себе обиду, таить в себе обиду, жить этим, любым негативом? Потому что, повторюсь, самый маленький, безобидный негатив, если вы начинаете им жить, имеет свойство притягивать другой негатив. И это происходит настолько быстро, что вы даже себе не можете представить. В какой-то момент вдруг оказывается, что все стало плохо, все вокруг, и вы не понимаете, что произошло. Я уже неоднократно говорила, да, пришла беда, открывая ворота, стерто-стерто. Ну это же каким, простите, дураком надо было быть, чтобы эту гениальную мысль вообще сказать. Сегодня едем мы в машине с моей дочкой, младшей, Евой. И я ей говорю, Ева, ну как там, сегодня у неё был утренник, я говорю, ты была самая нарядная? Она говорит, да. Я говорю, ну стоило оно того, там, брать это платье, отдавать это платье? Такая кота Вася, она мне говорит, красота требует жертв. Я ей говорю, это откуда ты взяла такое? Ты, говорю, понимаешь, что ты сказала? Она говорит, нет. Няня говорила такое. Она говорит мне, мама, а что такое жертва? Вот я ей сегодня читала лекцию на тему, что такое жертва, и объясняла ей о том, что жертвовать, то есть лишать себя чего-то ради чего-то другого вообще не нужно. Можно и нужно иметь в жизни всё самое лучшее. Ева у меня вообще такая продвинутая, что я вам говорю, вот через пару лет я для ваших детей буду Еву сажать, и она будет всё рассказывать. Она очень продвинутая, клянусь вам, она вообще просто какая-то очень космическая девочка, ей 6 лет, она такие вещи говорит, что у меня иногда волосы дыбом поднимаются. Вчера она меня спрашивала про рак, про то, как убирают люди, от чего, что это за заболевание. Я ей говорю, ты что-то смотрела на Ютьюбе? Она говорит, нет. И вот такие какие-то вещи там. Потом, вы знаете, что она меня вчера спросила? А когда сердце отключается у человека, а мозг продолжает работать, он ещё жив или нет? Я просто говорю, у меня мурашки по коже от её вопроса. Я думаю, что этот ребёнок не просто так мне дан, и, наверное, он будет моим проводником в жизни дальше. Но, тем не менее, я очень хочу, чтобы вы понимали. И когда вы включались в негатив, вы могли себя остановить. У нас, как говорят люди, ну это же он виноват, ну они же меня обманули, ну он же плохой, ну это же вот что мне с этим сделать? Повторяю вам миллиард первый раз. Вы взрослые люди. Вы в состоянии выбирать, что вам делать. Вы не ребёнок, которому мама сказала, только это есть, к холодильнику не подходи, и всё. Вы взрослый человек. И когда вы начинаете, как поросёнок, визжать, что вы не знаете, что делать, и что он сильно виноват, и он вас обидел, и все вам не дают, мне не дают развиваться, меня никто не понимает. Вас никто понимать, поддерживать и прочее не должен. Может, но не должен. Это вы должны осознавать. И взрослый человек, это человек, который в состоянии самостоятельно управлять собой и не зависеть от других людей. Это очень важный момент. Поехали дальше по ментальным долгам. Значит, поэтому ментальные долги по отношению к себе и по отношению к своим эмоциям таковы, как я сказала. Что делать? Первое. Очень важно включить фильтр. Фильтр – это означает, что вы начинаете отслеживать. Помните, как вот есть фильтр для чая? Да? Есть лиственной чай, и вы, когда можете, значит, залить его кипятком, и он в чашку льётся, и вы с этими листиками, значит, потом их плюёте. А может, в мешочек, даже если это чай лист вино, а не просто там в мешочке, вы можете его через ситечко, вот этот фильтр. Когда у вас остаётся вот это здесь, ваша задача – включить фильтр мыслей, точнее, фильтр эмоций. И когда вы замечаете, что вы обиделись, вы начинаете кого-то обвинять, вы чувствуете, что вас обидел кто-то, вы чувствуете гнев, потому что они поступили, или он поступил не так, как вы ждали, потому что ваш муж вам не помогает. Смиритесь с тем, что у вас есть ребёнок, это прекрасно, у вас есть самый прекрасный и дорогой человек. И вопрос сейчас не в муже, а в том, что это ваш ребёнок, замечательный. Вопрос в том, что вы с ним строите отношения, с мужем другие отношения. Вы считаете, что ваш муж должен вам помогать, это правильно, с каких-то точек зрения? Наверное, да. Но вы должны понять, что сейчас ситуация такова, и вы можете потратить свою энергию на то, чтобы была война. Вы можете потратить свою энергию на то, чтобы ваш ребёнок вырос и знал, что мужики – козлы. Вы можете потратить свою энергию на сражения, суды и так далее. Но задайте себе вопрос, а стоит ли моя жизнь этого? Хочу ли я посвятить год, два или пять, или десять лет своей жизни этому? Что мне это даст? Но если я докажу, что он дурак, но если я получу с него алименты в три тысячи долларов, неужели это то, о чём я мечтаю? Многие говорят, не надо сдаваться. Возможно. Я такой выбор не приемлю для себя, например, потому что я у себя на первом месте. Мне очень важно моё личное спокойствие, и поэтому я не конфликтный человек. И в принципе при любом конфликте достаточно быстро ищу компромисс. Не потому, что я сдаюсь, а потому, что я себя люблю, потому что я не хочу жить в этом говне, потому что я когда понимаю, сколько всего мне придётся пережить в этом говнище, я понимаю, что этого вообще не стоит, я не хочу. Если человек мне не подходит, кем бы он ни был, я его отрезаю к ебеневой матери. Если я понимаю, что это просто вопрос эмоций, и у кого сейчас рога такие, я отступлю. Я обязательно найду момент не отомстить, а поговорить. Вот мой муж, например. У нас часто бывают какие-то конфликтные ситуации, небольшие, по уровню, знаете, из десяти двойка. Но я пообещала себе, что я не буду молчать. Но это не означает, что в момент какого-то эмоционального я буду орать. Нет. Я всегда дожидаюсь, когда спадёт волна, и потом разговариваю со своим мужем и объясняю ему, что я чувствую, почему и что сейчас я вижу, и о чём ему тоже нужно подумать. Безусловно, я понимаю, что это и моя личная отработка, но и его отработка. Он ведь живёт со мной, спит со мной, работает со мной, он делает практики со мной. Мне в этом плане очень повезло. Мы говорим на одном языке, мы вместе растём и развиваемся. Поэтому я имею право полное ему говорить какие-то вещи, и он их должен принимать. Потому что если он их не принимает, значит, мы идём в разные стороны. Если мы идём в разные стороны, то какого чёрта нам жить с ним вместе? Понимаете, всё должно быть очень просто. Поэтому вот очень правильно вы написали «хочу быть счастливой, а не хочу быть права». Определённо, будьте взрослым человеком. Это не значит быть жертвой. Это значит отстаивать своё внутри для себя, понимать, что для меня есть ценностью, что для меня есть важным. И понимать, что ваши дети – это те, кто наблюдают за вами, это те, кто берут с вас пример как сознательно, так и бессознательно. Они перенимают ваши программы, сами того не понимая. Вот это вы должны знать. Поэтому первое – фильтр. Как только вы чувствуете, что у вас появляется какая-то подобная эмоция, или вы можете профильтровать то, что есть сегодня в вашей жизни, что вас беспокоит, ваша задача – достать эту эмоцию, знаете, как на операции, достать её и рассмотреть, что я чувствую, почему я это чувствую, что именно меня цепляет. И разобрать себя, поговорить с собой, расковырять её, знаете, как капусту, вот прям, да, кочерыжки, задавая постоянно вопросы, что я добьюсь, если я буду продолжать чувствовать то же самое, кому от этого будет хорошо, как я себя ощущаю, почему мне нравится об этом говорить, а реально нравится, потому что появляется какая-то тема, а что, получается, у меня нету тем? Нету, потому что я занимаюсь нелюбимым делом, ёпси, так оказывается, у меня нету в жизни того, что мне нравится. Вот эти копания могут вам дать потрясающее открытие, и вы поймёте, что вы живёте, например, этим говнищем, потому что вам другим больше нечем жить, у вас там пробел, вы прячетесь от своей реальной жизни, а в проблемах люди обычно прячутся. Почему людям нравится там жить? Потому что есть иллюзия жизни. И можно всегда сказать, я хотел, но нет. Всегда есть оправдание. Перестаньте искать оправдание себе. И скажите себе, если вы хотите жить классной жизнью. Я хочу жить классной жизнью. Я хочу быть в ответе за всё, что со мной происходит. Я хочу взять на себя эту ответственность. Вы почувствуете себя совершенно иначе. Вам будет страшно, но вы будете понимать, что вы художник своей жизни, что вы определяете, как вы будете жить. Вы не зависите от бывшего мужа, от его жены. Очень часто женщины живут там, вот с этой женой. Он с ней был, пока был со мной. Он больше её ребёнка любит. Причём здесь он? Причём здесь он? Есть вы. Не стоит посвящать свою жизнь кому-то другому. Кто бы этот человек ни был. Есть вообще уникальные создания, которые посвящают свою жизнь незнакомым людям. Которые разбирают там блогеров, например. Или там публичных личностей через Инстаграм. Вот они живут и всё время им пишут, что ты козёл, ты там бросил свою жену, ты там ещё чего-то. А что, если муж при попытке поговорить, говорит, что я как учитель его учу? Как быть? Ну, возможно, он вам правду говорит. А вы скажите ему, что я не хочу тебя учить, научи меня, как с тобой говорить. Я тебе объясню, что я чувствую, а ты меня научи, пожалуйста. Я очень хочу научиться разговаривать. Прости, я тебя не хочу учить, но я просто не знаю, как это сделать. Будьте максимально открытыми. Я ещё раз говорю о том, что говорить нужно всегда не о нём, не о партнёре, а говорить нужно о том, что вы чувствуете. Не обвинять его, а говорить. Ты знаешь, ты когда-то говоришь, я себя чувствую вот так вот. То есть, а когда ты говоришь, ты козёл, ты неправильно всё делаешь, ты меня унижаешь. Нет, надо говорить о том, что я чувствую. И если он говорит, ты меня учишь, скажи, послушай, попробуй научить меня. Я правда очень хочу. Он должен поверить, вы должны каким-то образом начать. Ведь самая главная, смотрите, история, она в чём заключается? Я говорю, я хочу с тобой поговорить, другу, тренеру, неважно, с кем я так говорю, потому что для меня важно найти контакт, потому что если мы этот контакт не найдём, то у нас ничего не получится. Поэтому я очень хочу, я не знаю как, у меня нет такого опыта, но я очень сильно хочу, давай попробуем с тобой. Это как ребёнок, который говорит, мам, я хочу испечь печенье, ты говоришь, слушай, я никогда не пекла печенье, я не буду тебе говорить, как его печь, но давай попробуем, давай вместе что-то будем делать с этим, потому что я тоже хочу испечь печенье, но я не умею его печь. Будьте открыты, поехали к ментальным долгам, возвращаемся. Значит, вы отфильтровали, нашли, расковыряли эту историю. И дальше ваша задача понять, вам нужно избавиться от этой эмоции, понять, что делать. Самое ключевых, два таких, наверное, ключика, основных. Первое – это прощение, когда вам нужно это простить. Себе эту эмоцию или человеку, по отношению к которому вы испытываете эту эмоцию. Просто простить. Не понять, не попытаться оправдать, просто простить. Понять, что вам надо это отпустить, избавиться. Иногда даже не разбираясь. Вот просто отпустить это от себя и всё. Не хочу никаких деталей, ничего. Просто хочу быть свободным. Вы почувствуете, прям как с вас груз сойдёт. Вот искренне, как простить. Можно написать большое письмо или маленькое. Выписаться, выговориться. Я не знаю, на диктофон записать. Вот прям это. И не всегда это нужно прям человеку сказать. Вы можете это самостоятельно сделать, сжечь. Но ваша задача – прочувствовать. Может быть, выплакаться вместе с тем, когда вы это будете писать. Очень важно это сделать. Вот прям вы почувствуете на физическом уровне облегчение. И почувствуете, вот эта история про каменность души произойдёт. Если у вас есть вторая такая история про то, что вы в себе что-то не принимаете. Вы что-то сильно в себе не любите. Это очень часто связано с внешностью. Это очень часто связано с каким-то неумением, нереализацией. Чего-то такого вот, что вы считаете, что вы недостаточно хороши. Синдром «я недостаточно хорош» есть у каждого человека. У каждого человека есть синдром «я недостаточно хорош». Я не реализовался ещё. Я не столько зарабатываю. Я не очень хорошая мать. У меня слишком большой нос. У меня большие не те глаза. У меня не то с волосами. Вот если бы я был вот такой. Эта история у нас присутствует. Эта история про нелюбовь к себе. И здесь очень важно включить второе лекарство ментального долга. Это постараться себя принять. А для этого с собой начать знакомиться. Знакомиться. Я уже говорила о том, что элементарные упражнения, которые касаются, очень сложные. Которые касаются того, когда вы смотрите на себя в зеркало. И вместо того, чтобы говорить себе, что, увы, опять у вас всё не то, утром синяки, большой живот. Я очень хорошо знаю, о чём я говорю. Поверьте мне. Значит, всё не то, всё не так. У меня вообще есть такая история. Всю жизнь. Всю жизнь, большую часть, я недовольна своим телом. Это удивительная история, потому что, что бы я ни делала, всё равно есть что-то. Ну вот, то есть я рассказывала о том, что я, например, не носила шорты до 30 лет. Ну то есть я считала, что у меня ужасные ноги. Вот, я никогда не хожу на тренировку с голым животом. Я вешу 48 килограмм. Ну вот. И недостаточно пресс у меня. Просто, чтобы вы понимали. И это история, с которой я тоже работаю. И благо, очень много вещей я переработала. У меня это, скорее, приобретённое, потому что вначале я была уверена в том, что я прекрасна. Потом в моей жизни начались мужчины, которые рассказали мне, что я не очень прекрасна. Вот, и потом всё началось наоборот, но я уже никому не верила. Вот, сейчас я, конечно же, учусь складывать своё мнение о себе. Вот, в контексте всего. Поэтому я иногда резко реагирую, когда мне кто-то говорит, молодец или умничка. Я говорю, что? Простите. А какого чёрта вы решили дать мне оценку? Я сама знаю, что я заебись, сколько над собой работаю. У меня резкая оценка. Я всё время говорю, ой, ну что это? Что это за реакция такая? Скажут спасибо. Но испытываю, даже когда я говорю спасибо, я плохо реагирую на оценки. Я не знаю, что это ещё. Это я к чему говорю? К тому, чтобы вы понимали, что идеальных таких людей нету. И что те, на кого вы смотрите, может быть, где-то на меня, ещё на миллион других людей, у каждого есть свои прикольчики. И поверьте, каждый чем-то недоволен. Но необходимо начать это делать. Это ваш блок. Это то, что блокирует энергию. Теперь очень просто. Зачем избавляться от всех этих ментальных блоков? Потому что вся вот эта вот нелюбовь, вся эта бурдень, я про упражнения не договорила. Мажем крем на себя. У меня самые красивые ноги, я себя очень люблю. У меня очень красивая кожа. У меня самый прекрасный в мире носик. У меня самый… Начать это хотя бы проговаривать, даже если вы это не верите. Начать это запускать, запускать. Подсознание включается путём метода постоянных, многочисленных повторений. Пять минут в день, я думаю, вы на это найдёте. Теперь смотрите. Вот, например, у меня всегда есть вспомогательный материал. Вот, например, баночка от крема. И представим себе, что это ваша энергия. Вот это ваш пропускной сосуд. Ну, где-то он у вас тут находится. Например. Это ваша энергия. И вот люди часто говорят, мне что-то не хватает энергии. Что-то деньги ко мне не приходят, отношения не могу построить. Всё время в проблемах. Я вам объясню. Всё на самом деле достаточно просто. Вот это ваш сосуд. Но выходит у вас всё через дырочку. Ну, есть какая-то дырочка. Всё равно. И вот теперь представьте себе, вот так нормально оно и выходит. Всё замечательно. Но теперь представьте себе, что в вашем сосуде энергия. Начинаются блоки вашей обиды. Вот тут такая появляется, знаете, ну пусть 3 мм. Какая-то такая вот загустевший кремик, знаете, такой вот засохший. Вот тут 3 мм обиды на кого-то одного, второго, третьего. Вот тут какие-то обиды на себя. Вот тут какая-то ваша злость. Вот тут какая-то ваша... И у вас вот этих блочков становится в этой коробочке много. И вы, когда на кремик давите... О, слушайте, у меня кремик блеванул на диванчик, простите. Вы, когда на кремик этот давите, он у вас не лезет, не идёт. Или идёт очень мало, значительно меньше, чем могло бы идти. И вопрос не в том, что у вас мало энергии. Вопрос в том, что у вас блочков. Блочков много. Понимаете, о чём я говорю? Много ограничений. И вот эти все ваши блоки, они вам и не дают деньги получать. А ну, к вам отсюда заходит. Ну, заходит и утыкается в блочок. Не идёт. Потому что вы свою энергию, свои мысли отдаете этому негативу. Потому что, когда вы на кого-то обижены, вы об этом думаете. И что самое отвратное, когда вы не думаете об этом сознательно, на бессознательном уровне у вас это вибрирует. Почему? Почему проблемы с папой, нерешённые, очень часто перекликаются во взрослой жизни, когда женщина, девушка не может построить нормальных отношений. Либо каких-то дураков к себе притягивает, либо всё время есть какие-то стычки. Вот у меня так было. Потому что я встретилась с Сергеем как раз на тренинге, где я прорабатывала отцовскую вот эту всю историю. Удачненько проработала. Но для меня это вообще было тогда открытие полное. Это в 2008 году было. И меня бомбануло вообще по полной. И как-то Серёжа сразу и залетел в эту бомбу. Ну, в общем, это отдельная история. К чему это всё? К тому, что необходимо понимать это. Потому что люди часто говорят, «Ну, я не понимаю, что мне так всё плохо? Что оно ко мне всё прилетело? Что оно так со мной всё происходит? Я же такой хороший. Я же такой удобный. Я же такой...» Ребята, ну, пора уже думать глубже. Поэтому необходимо от этого освобождаться. Это ваши ментальные блоки. Я думаю, что на эту тему плюс-минус понятно. Значит, ещё раз. Лекарство. Наша задача достать, простить, научиться, сделать это вот как хотите. Второй момент – это любовь. Любовь ещё это, знаете, к чему? Например, бывают такие люди, с которыми вам необходимо общаться, а вы с ними общаться, когда общаетесь, испытываете какой-то негатив. Или вы очень часто с кем-то ссоритесь. Вы вроде бы человека этого любите, уважаете, но у вас с ним конфликт. Вы можете использовать энергию любви эту по отношению к другим людям. Простое очень упражнение. Ещё раз. Поскольку мы живём с вами в квантовой реальности в том числе, и всё есть вокруг энергии, мы с помощью своего сознания на эту энергию влияем. И мы влияем не только на свою энергию, но и на энергию можем влиять других людей. Позитивным образом легко. Негативным ещё раз. Негатив нам не выгоден, потому что он притягивает к нам негатив. Позитив нам выгоден во всех отношениях. Вы можете закрывать глаза просто и в течение двух, трёх, пяти минут представлять себе человека, с которым у вас есть сложные отношения. Это может быть у вас швоз, шеф, кто угодно. И в том виде, в котором вы хотите, посылать ему любовь. Представлять, обнимать его, согревать его, дарить ему цветы, только не колючие розы, слать ему сердечки, в облачко его засовывать. Не важно, как вы будете это делать. Вопрос в том, что вы сосредотачиваетесь на этом человеке и посылаете ему любовь. Вы удивительнейшим образом увидите, что ваши отношения с этим человеком начнут меняться. Причём они могут меняться даже тогда, когда вы с ним не общаетесь, и от него пойдёт какая-то обратка в ваш адрес. То есть он что-то начнёт… Он может вам позвонить, он может вам что-то вернуть, он может вам сказать «давай поговорим», он может перед вами извиниться. Удивительная, интересная вещь. Для меня очень понятно, как она работает. Попробуйте. Это хорошо работает. Давайте войдём во вторую историю ментальных долгов. Уже не столько по отношению к себе, не столько в моменте блоков эмоций. То есть уже понятно, да, почему от этого надо избавляться. Потому что мы себя лишаем энергии, а энергия у нас и денежная, и та, и ся, всё энергия. И мы себе просто блокируем и усложняем жизнь этим. Нам это не нужно. Вторая история – это ментальные долги, которые связаны с некими обещаниями. Ведь наши обещания – это тоже определённая эмоциональная такая эмоция, вибрация определённая. И когда, помните, родители обещали нам, «Я куплю тебе велосипед». Помните, что вы чувствовали? Вы чувствовали прекрасное ожидание. У вас была такая, вы ждали. Помните, как праздники ждал, чтобы тебе подарили? Это сейчас мы уже и детей своих многие балуем, кто имеет такую возможность. А раньше праздник – это было практически единственное событие, когда можно было получить классный подарок. Я нашла в интернете, Серёжа недавно показывала, почему-то он не помнит. Значит, я на Новый год всегда заказывала фломастеры в стаканчике. Этюд назывались. Можете загуглить, посмотреть. Этюд. Вот. И для меня это было, я не помню, сколько там этих фломастеров было, надо тоже посмотреть, может быть, их штук 20. Но это было какое-то бесконечное количество, немыслимое. А фломастеры, как у всех детей моих, в том числе, я не закрывала колпачком, они засыхали, да, или я их там так стирала. И поэтому вот этот новогодний набор, это, конечно, было вау. Я понимала в голове, что это очень дорого, и что нельзя просить у мамы, значит, этот подарок ни на какой другой праздник. Это только Новый год, может быть, там, может быть, день рождения. Ну, на день рождения, видимо, что-то просила другое, потому что каждый Новый год мне покупали такой набор, и я рисовала стен газету такую. Вот. Мои дети тоже вот начали делать. У меня даже у мамы где-то сохранились, надо обязательно найти. 90-й год, 1990-е я писала и ставила на окне, так, обратной стороной, значит, чтобы с окна было видно. Потом 90-е переклеивала нолик на единичку, значит, лень была на следующий год. Фломастеры жалко было, и я переделала. Вот. Значит, к чему это всё? А всё это к тому, что часто было такое, что нам что-то обещали и не сдерживали обещаний. И такое было часто в детстве, и такое часто стало во взрослой жизни. Причём очень часто мы не сдерживаем обещания не только, когда мы кому-то обещаем, а часто мы не сдерживаем обещания, когда мы обещаем себе. Помните, когда вы говорите, вот я вот это сделаю, и тогда вот это будет? Или я вот очень хочу это купить, вот будут деньги, я это куплю. Деньги пришли, вы это не купили, вам жалко стало, дорого сильно, ой, да я уже это не хочу, вот, и вы уходите, вроде вам это надо, но вы это не купили. Особенно опасно это тогда, когда вы просили от что-то деньги, а они к вам пришли, как правило, каким-то неожиданным способом, что-то продалось, что-то подарилось, а вы зажали. И это очень опасная штука, знаете почему? Потому что, как правило, после этого следует какая-то история, где эта сумма денег у вас вылетает. Ну, например, заболели. У меня была ситуация в жизни, она была немножко, нет, она не из этого, я потом ее когда-нибудь в другой истории расскажу. В общем, поэтому запомните главное правило. Первое, если вы что-то обещаете, необходимо это выполнить. Ваша задача сегодня подумать о том, что кому вы обещали и не выполнили. Вот вспомнить, постараться и подумать о том, как вы это можете выполнить. Бывает часто такое, я повезу тебя на Мальдивы, ляпну. Если вы еще не понимаете, что наши слова имеют энергию, да, определенную, и в пустые обещания это все не ложится, это зависает над нами, то первое, научитесь не говорить то, чего вы пока не в состоянии выполнить. Второе, если вы обещали, что вы повезете свою женщину на Мальдивы, а денег у вас на это так и не пришло, или вдруг не стало, то повезите ее на озеро. И скажите ей, вот давай проведем с тобой день, представим, что мы на Мальдивах, давай проведем с тобой день, как-то классно, романтично, но Мальдивы непременно будут. Очень важно отработать хотя бы на том уровне, на котором вы можете. Вы можете креативно отработать свой долг, но вы должны это сделать. Вспомните, что вы обещали себе в детстве, и что у вас до сих пор осталось. Почему на Новый год хорошо раскупаются железные дороги? Почему мужчины взрослые покупают себе спортивные тачки? Почему многие подростки имеют спортивные тачки, которым покупают папу? Это же не просто так. Это не просто так. Почему я, вне зависимости от своих всех графиков, всегда присутствую на турнирах своих детей? Потому что моя мама этого не всегда делала. Почему я, вне зависимости от того, что происходит в моей жизни, и какая у меня загрузка, я всегда, дети у меня на первом месте? Потому что я в детстве часто чувствовала, что мама много работает, мама зарабатывает, все мне не хватало, чтобы мама была вот там, в первом ряду, не опаздывала. Я всегда в первом ряду не опаздываю. Вот очень многие штуки такие присутствуют. Почему я подарила ребёнку 12-й айфон на 9 лет? А у неё был седьмой S+. А я вам объясню. Нет, не, С, по-моему, не было S. Ну, короче, седьмой плюс. Я вам объясню, почему. Потому что я понимала, что я хочу ей подарить какой-то подарок, который бы был вызван у неё с очень яркими эмоциями, чтобы она могла с детства вспоминать какие-то безумные вещи, которые для неё были очень важными пониманием того, что вот её родители прям сильно любят. Это не история про айфон, это история про эмоцию, это история про вибрацию, это история про «я классная», это история про то, что у меня у одной такое может быть. А воспитать успешного человека – это прежде всего воспитать очень уверенного, энергетически сильного человека, знающего, что он может. Ева, например, называет меня самой богатой женщиной Ютьюба. Я не знаю, почему Ютьюба, но она говорит так, Ольга Ермилова – самая богатая женщина в Ютьюбе. Я говорю, мне нравится. Она часто говорит, как хорошо, что мы такие богатые. Мы самые богатые люди. Это забавная такая история. Я не знаю, но ей очень… Вот она садится в машине и говорит, «Ну, всё-таки хорошо, что мы богатые. Представляешь, что если бы мы ездили на троллейбусе». При этом она очень… Я ей всегда говорю, она такая, «Мама, ты не переживай, я никому не говорю». Иногда она говорит про кого-то, «Это бедный человек, можно я ему пойду что-нибудь отдам?» Или девочка у меня, мне кажется, она бедная, можно я ей своё платье подаём? Такое интересное строение, но я никогда ей не говорю, «Ева, мы там не самые богатые», или «Ева, так плохо говорить». Нет. Я объясняю ей, что не нужно распределять людей по классам, но тем не менее я даю ей эту вибрацию, богатство, её ощущение, как она себя чувствует. Потому что, поверьте, гораздо круче и легче в жизни вырасти с уверенностью, и затем тебе легче будет, чем когда ты живёшь и чувствуешь всё время себя лишённым. Я думаю, вы многие прекрасно понимаете, о чём я говорю, потому что я с этим состоянием прожила очень много лет, и ничего хорошего в нём не нашла. Вот. Поэтому, ну, лекции Евы будут позже. Поэтому, что касается ментальных долгов, ваша задача – вспомнить все обещания, которые вы давали себе или другим людям, и постараться их выполнить каким-то образом. Вот у нас на денежном портале мы отрабатывали ментальные долги, и девушка одна говорила о том, что бывший муж, она уже с ним рассталась, но она когда-то там обещала, я не помню, что-то там или в Питере с ним вместе погулять, ну, в общем, что-то она ему обещала, и так это и не произошло. И он бывший муж, они хорошо общаются, она говорит, что мне сделать? Говорит, ну, я сейчас не могу с ним там куда-то поехать. Я говорю, ну, купи ему два билета в театр. Пусть он сходит в театр, он любит театр, он говорит, обожает. Она говорит, так мы с ним вместе сходим. Ну, вот отлично. Значит, вы с ним вместе куда-то сходите, и ты ему скажешь, вот я тебе обещала тогда, вот это не произошло, уже как бы все, ну, вот зато мы сюда вместе сходили. То есть вот таким образом вы можете отработать какой-то долг. Если вы что-то обещали своему ребенку, и потом вам было жалко, вы говорили, что дорого, вы еще что-то, сделайте это. Помните, что дети, мы сегодня создаем новых детей, новых людей, я бы сказала. И в зависимости от того, какими мы их создадим, будет выглядеть дальнейшая их жизнь, жизнь ваших внуков, правнуков и так далее. Поэтому вся история про то, что у вас нет денег, про то, что жизнь тяжелая, про то, что люди гады, про то, что отец говнюк, про то, что никому нельзя доверять, вы разрушаете, вы своего ребенка пичкаете землей, ложкой, рот разрывая ему. Дети, почему я о них говорю, потому что очень у многих уже есть дети, но вы должны понимать, что дети – это мощнейшая мотивация для вашего развития. Для себя иногда бывает падлинка развиваться, для детей – нет. Вы знаете, я даже, когда, например, мне ребенок приходит и говорит, «Мама, что ты на тренировку не ходишь?» И я понимаю, она говорит, «Ты же такая красивая, стройная, мне так нравится, и я понимаю, что я пример для ребенка». Она говорит, «Приходи ко мне в школу, мне так нравится, все девочки говорят, что ты очень красивая мама». И это всегда мотивейшн. Поэтому дети – это всегда ваша мотивация, находите для этого мотивацию. Если вы ребенок, которого родители воспитали по-другому, а у вас еще нет детей, вы еще сами себя чувствуете ребенком, вы чувствуете себя жертвой ребенком, знаете, такой вот родители наоборот, не дают развиваться, вы должны очень четко понять простую штуку, что родители по сути должны вам дать жизнь. Классно, если они еще там сами были сознательные, с мозгами, и что-то вам еще смогли дать. Но если они вам этого не дали, если вы будете на них обижаться, если вы будете теперь связывать все свои жизненные неудачи с тем, что это родители, то вам капец. Задайте себе вопрос, я хочу, чтобы мне был капец. Ну, наверное, нет. Тогда, простите, все родителям. Родители сделали то, что знали. Они больше вы просто не знали. Они просто, вот больше информации у них нет. Но, тем не менее, они вас родили. Тем не менее, вы есть. И тем не менее, вас родили таким человеком, что вы эту информацию начали получать. Значит, вы классный. То есть, если вы начали искать эту информацию, слышать сейчас, например, то, что я вам говорю, значит, вы уже особенный человек. Вы уже можете себя развивать. И самое главное, что вы можете сделать себя таким, каким вы захотите. Не каким родители захотят вас сделать, а каким вы себя сами захотите. Это абсолютно реально. Вы можете получить абсолютно все в этой жизни. И я сейчас полностью отвечаю за свои слова. Я сейчас не фокусник-фантазер. Нет. Я сегодня сидела и думала над тем, что мне 37 лет. И с одной стороны, мне кажется, что, ну, как обычно, да, что мало всего я достигла. С другой стороны, я понимаю, что я прошла колоссальный путь, огромный путь. Все-таки с девочкой, которая сама искала дорогу. Девочке, которая, даже выйдя замуж за взрослого мужчину, оказалась, возрослея его, оказалось, что еще я его за руку дальше там вела через какие-то… Мы очень много с Сергеем об этом говорим. Это удивительный момент, потому что нам повезло друг с другом, но тем не менее взрослая в наших отношениях оказалась я. Почему-то такой опыт интересный у нас, у обоих. И я очень горжусь тем, что у меня есть. И я знаю, что вот сейчас начинается все самое интересное, потому что сейчас то количество знаний, умений, энергии, которые у меня есть сегодня и которые будут только приумножаться, дадут мне возможность двигаться сильно быстрее. И, возможно, до своих сорока лет, невозможно, а точно, я совершу огромный прорыв, уже имея мудрость, мудрость, мощность, опыт. Это важно тоже, потому что опыт, он нас формирует, как ни крути. Вы должны осознавать, что в жизни все равно будут какие-то неудачи, в жизни все равно будут какие-то так называемые проблемы, но кратковременные, они нас трансформируют, они нас учат. Это как задачи. Вы ходите в школу, одни решили задачи, вам другие. Ну что, вы дураки, что ли, блин? Мы только решили эти задачи, вам тут новую тему. Зачем оно мне надо? Но вот такое идет развитие. В жизни точно так же. Вам всегда будут что-то подкидывать, для того, чтобы мы проходили с вами экзамены, для того, чтобы мы с вами развивались, для того, чтобы мы двигались вперед. Ведь жизнь, она в принципе, это и есть развитие, это же не история про купить хату, да, машину, выйти замуж и родить ребенка и все. Нет. Кайфуйте. Очень многие люди говорят о том, что им для счастья чего-то не хватает. И есть такая иллюзия у многих, что вот когда у меня будет это, вот тогда я буду счастливым. Вот когда я там получу образование, или когда у меня будет новая работа, или когда я найду, вы должны понимать, что счастье есть в этом моменте. И если вы хотите притягивать больше счастья, вам необходимо его излучать. Оно есть во всем. Ну, посудите вот сейчас сами. У вас есть глаза. Вы только представьте на секунду, что вы не можете видеть. У вас есть рот. Вы можете говорить. У вас есть руки. У вас есть ноги. Вы умеете ходить. Просто на секунду представьте, что готовы отдать за то, чтобы ходить. Что бы было, если бы вы не смогли этого сделать? Что бы вы отдали и что бы вы сказали себе в этот момент? Как бы вы оценили себя, который ходил и который не ходит? Просто вдумайтесь. У вас есть крыша над головой. Вы не бомжуете. Есть. У вас есть ваш мозг. Потому что вы... Не просто он у вас есть. Если вы сейчас сидите и слушаете эту тему, значит, вы не просто человек, которому интересно там Филипп Киркоров, в конце концов, гей или не гей, от кого у него там дети. Ну, что-то вам поглубже, интереснее. Вам... Вы не голодаете. Помните, был голодомор, когда люди умирали? Вы вспомните это. У вас есть деньги на жизнь. У каждого разное количество. Но тем не менее вы зарабатываете. Вы просто вдумайтесь на секунду, что у вас нету кровли над головой. Вы не знаете, что есть. Вы вдумайтесь в уровень этих проблем. И благодарите за то, что вы имеете. Благодарить не значит довольствоваться малым. Но значит понимать, что у вас очень... Вам вообще думать об этом нахрен не надо. Вам не надо. Вы проходите с этого эфира, вы тут случайно. Не надо. Вам важно понимать, сосредотачиваться на хорошем. Потому что у нас есть такая всё время интересная история. Что бы мы ни получали, чего бы мы ни добивались, мы опять хотим большего. Это прекрасно. Но мы не благодарны. А отсутствие благодарности даёт... не даёт нам ощущения счастья и кайфа. Понимаете? А ведь нам есть за что благодарить и нам есть от чего кайфовать. Просто вдумайтесь. Поэтому счастье это не момент вот это жизненное, не момент какое-то достижение конкретной точки. Это момент того, когда мы каждый день его находим. Попробуйте делать это очень простое упражнение, когда вы просто находите пару минут и вы можете писать, можете проговаривать, как сейчас хотите. Мы с вами не на тренинге сидим. Благодарите. Подумайте о том, что у вас хорошего. Вы будете находить многое. Вспомните, когда вот мы заболеваем и теряем... Я недавно болела короной. и теряешь энергию. Такой силы мало становится. Не можешь понять. Я как, знаете, как на машине. Типа давлю на газ, думаю, это что такое? Чё? Я типа еду, прин-прин-прин-прин-прин-прин. Так тяжело. И ты понимаешь, что потеряла нюх. Ёпси, ребята. Это отвратно. Я очень люблю кофе, латте. Я его нюхаю, а оно не пахнет. У еды пресный вкус. И ты думаешь, капец, вот такая маленькая опция, без которой ты как бы можешь жить, но насколько ты жаждешь и желаешь, когда ты лишаешься этого, как сильно ты хочешь это вернуть. Поэтому подумайте на эту тему. благодарность даёт нам возможность чувствовать жизнь и самое главное создавать мощную вибрацию. Мы с вами в начале эфира говорили о том, как мы создаём негативные блоки, а это создание позитивного блока. Что делать с чувством, что вдруг это ненадолго, не может расслабиться и получать удовольствие? Я могу вам сказать так, это системная работа. То, о чём я сейчас рассказываю, хаотично, это системная работа. Я это называю ментальными практиками, которые мы выполняем с рерайтовцами каждый день. После моего марафона «Рерайтер жизни», где мы пишем книгу жизни, где мы определяемся со своими целями, задачами, и параллельно я даю материал, и мы знакомимся вообще с тем, как устроен наш мозг и как наши мысли влияют на нашу жизнь. Затем у нас начинается клубная программа. Клуб – это куда попадают участники после рерайтера жизни по своему желанию, которые приняли решение научиться контролировать свои мысли, своё сознание и разбираться дальше, как с этим устроено. И мы плавно, неделя за неделей, изучаем это и делаем каждый день ментальные практики. Это определённые упражнения, которые помогают научиться программировать своё сознание, понимать, зачем это делать, как это делать и так далее. Я делаю эти ментальные практики каждый день, уже больше сорока недель. И это история на всю жизнь. Зачем это? Это позволяет нам перепрограммировать, убрать те убеждения и те программы, то, что я называю на подсознательном уровне, которые у вас вибрируют и притягивают вот эти все вещи, которые нам не надо, на совершенно другие. Заменить то, что нашу жизнь отравляла и делала её несчастной и такое, какое делала, потому что у нас невероятное количество убеждений, которых мы даже не задумываемся. Вот типа, как Ева сегодня сказала о том, что красота требует жертв. Вот это одно из таких убеждений, которые у людей присутствуют. Или там, много денег, честным трудом не заработать. Или честно вообще не заработать. И так далее. с помощью специальных практик, упражнений и вообще, вы знаете, это же изучение, это как в школе, вот чтобы дети начали читать, они там сначала буквы, звуки, вот и мы так всё это изучаем. И затем вопросы такие перестают происходить, потому что это всё входит в вас. Вот у меня обучение построено не на том, что вы пришли, что-то послушали и забыли. У меня обучение происходит на вот таком уровне, когда вы заменяетесь, когда у вас вы меняете себя изнутри. Я не вру, есть рерайтовцы, напишите, пожалуйста, права я или нет. Это происходит с полной заменой себя. История о том, что, как часто бывает, там, прошёл марафон, там, не знаю, там, что-то покукарекал, покрикрекал, весь такой на мотивации и затем через месяц ты снова живёшь так, как жил. Вот я не про это. Я про то, чтобы поменять свой подход, про то, чтобы перепрограммировать себя, про то, чтобы иначе посмотреть на жизнь. Поэтому после рерайтера жизни месяца у нас идёт клуб три месяца и потом люди попадают уже в Биг Клаб, где есть участники всех потоков. Вот сейчас у нас годовой Биг Клаб стартует. Пока что, вот у меня был первый поток в марте, с апреля месяца у меня участники, которые попали в клуб, вот до сегодняшнего дня они находятся. Там уже большой клуб, у нас есть. Спасибо, Лада. Лада у нас ещё не так много, но тем не менее уже может вам что-то сказать. Вот. И вам, Вик, спасибо. Видите, рерайтерсы всегда присутствуют. Поэтому, если вы действительно хотите изменить свою жизнь, если вы готовы на длительный путь, если вы готовы к тому, чтобы научиться получать новую реальность, и это на самом деле так, если вы хотите глобальных и глубинных изменений, а не историю про то, что я тут быстро похудею, или я быстро загадаю желания, или нет, тогда вам ко мне. 2 января у меня стартует следующий поток марафона «Рерайтер жизни». Если вы хотите познакомиться и посмотреть, как выстроено моё обучение, я вас приглашаю также 29 декабря на мой мастер-класс, который называется «Супергод», где мы будем с вами планировать, программировать, работать, вообще понимать, каким образом могут достигнуться наши цели, что нам для этого необходимо, это будет крайне интересно. Порядка 3-4, может быть, 5 часов будет идти этот мастер-класс, пока точно не знаю, но это будет классно. Поэтому я вас приглашаю, информация вся у меня есть в сторис и по ссылке в профиле. Если что-то кому-то непонятно, пишите в директ, я обязательно отвечу. Рерайтер длится месяц, по ссылке в профиле вы можете прочитать всю информацию про рерайтер жизни, она всегда там висит в Инстаграме, поэтому вы там все можете узнать. Обнимаю всех, всех, кто был на рерайтере и каким-то образом вылетел дальше, я вас всех обратно зазываю, люблю, хочу, рерайтеровцы для меня всегда особенные люди, это навсегда. С рерайтеровцами я также общаюсь индивидуально, отдельно, всегда для них открыто, потому что для меня я так себе это поставила, что это особенные мои люди. Пожалуйста, по ссылке в профиле перейдите, есть абсолютно вся информация, потому что в рерайтере есть разные пакеты. Все, обнимашки, поцелуйчики, спасибо всем за этот эфир, оставьте, пожалуйста, комментарий, если он вам полезен был и понравился. Всем пока!